Благослови, Душа моя Господа, благослови неси Господи. Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Сегодня среда, 13 января. Отдание праздника Рождества Христова. В этот день Святая Церковь за богослужением предлагает нам для нашего назидания и рассуждения отрывок из Евангелия от Марка, глава 11 стихи с 23 по 26. По традиции послушаем это евангельское зачало в прочтении иродьяка на Свято-Троицкой Александра-Невской лавры отца Александра. Речи Господь своим учеником имейте веру Божию, аминь Бог глаголю вам, яко ежи ащеречет горесей, двигнись и верзеся в море, и не размысет в сердце своем, но веру имет, яко ежи глаголет бывает, будет ему ежи ащеречет. Всего ради глаголю вам, вся и не каще молящийся просите, веруйте, яко приемлете, и будет вам. Игдасты и те молящийся отпущайте, ащич то има те на кого. Да и Отец ваш, и же есть на небесе, отпустит вам согрешение ваше. Ащи ли же вы не отпущайте, ни Отец ваш, и же есть на небесе, отпустит вам согрешение ваше. Так, дорогие братья и сестры, этот евангельский отрывок звучит на церковно-славянском языке, но прежде чем нам приступить к рассуждению, прочитаем вместе это зачало в русском синодальном переводе. «Имейте веру Божию, ибо истинно говорю вам, если кто скажет Горесии, поднимись и вергнись в море, и не усомнится в сердце своем, но поверит, что сбудется по словам его, будет ему, что не скажет. Потому говорю вам, все, чего не будете просить в молитве, верьте, что получите, и будет вам. И когда стоите на молитве, прощайте, если что имеете, на кого, дабы и Отец ваш Небесный простил вам согрешение ваше. Если же не прощаете, то и Отец ваш Небесный не простит вам согрешений ваших». Как часто в повседневной пастырской практике приходится слышать сожаление и ропот людей на то, что Господь не исполняет просимое и не слышит наши молитвы. И порой очень трудно объяснить человеку, почему это происходит, не из-за того, что не находится подходящих слов, а потому что человек зачастую не хочет слышать эти слова. Как вы, наверное, уже догадались, дорогие братья и сестры, сегодня речь пойдет о молитве. Слова данного евангельского отрывка Господь наш Иисус Христос произносит возле сухой смоковницы, которую Он проклял, как не имеющие плода. И в этих словах Спаситель дает нам три наставления о молитве. «Во-первых, имейте веру Божию, ибо истинно говорю вам, если кто скажет Горесий, поднимись и вернись в море, и не усомнится в сердце своем, но поверит, что сбудется по словам его, будет ему, что не скажет». Молиться надо с верой. Как указывает Александр Павлович Лопухин, ученики при молитве о чем-нибудь должны верить, что они это получат. Можно сказать, что вера ставит молящегося в такое положение, когда он представляет себя уже получившим от Бога все, о чем он молится, чего желает. Фраза о сдвигании гор была в то время типичным оборотом со значением «устранять трудности». В частности, ее употребляли для характеристики мудрых учителей. Хорошего учителя, который мог устранить трудности, возникшие в умах его учеников, называли сдвигающим горы. Во-вторых, «потому говорю вам, все, чего не будете просить в молитве, верьте, что получите, и будет вам». Молиться нужно в надежде и ожидании. Общеизвестно, что все, что делается в твердой надежде на успех, имеет во много раз больше шансов. У больного, который, обращаясь к врачу, не верит в действенность прописанного ему лекарства, меньше шансов на выздоровление, чем у того, кто уверен, что врач может вылечить его. Никогда нельзя молиться лишь формально. Молитва не должна стать бессодержательным ритуалом. И в-третьих, еще одно наставление о молитве звучит так. «И когда стоите на молитве, прощайте, если что, имеете на кого, дабы и Отец ваш Небесный простил вам согрешения ваши. Если же не прощаете, то и Отец ваш Небесный не простит вам согрешений ваших». Речь идет о молитве милосердия, как пишет святитель Феофан Затворник, кто не отпускает грехи другим, праведник или тот, кто хочет казаться праведным. Последнему ничего не остается, как судить и произносить только приговоры и требовать казни виновным. Кто же чувствует себя грешным, тому до других нет дела. Не повернется у него язык осудить другого и потребовать от него удовлетворения, когда совесть самого непрестанно обличает и непрестанно грозит праведным судом Божьим. Молитва ожесточенного человека не может проникнуть сквозь стену его вражды. Бог основывает все на любви, потому что он и есть любовь. Если же человек кладет в основании своей жизни горечь и враждебность, то он воздвигает стену между собой и Богом. Чтобы получить ответ на свою молитву, такой человек должен вначале попросить Бога очистить его сердце от духа враждебности и вложить в него дух любви. Лишь после этого он может обращаться к Богу и Бог может ответить ему. Так, дорогие братья и сестры, Господь наш Иисус Христос раскрывает для нас с вами основные правила молитвы. Это твердость веры, надежда и ожидания просимого, а также чистота сердца, без доли осуждения и обиды на кого-либо. И только при исполнении этих божественных правил наши слова будут всегда услышаны Богом. Помогай нам в этом, Господь! Благослови, Душа моя, Господа! Благослови, Господи! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Продолжение следует...